Всем привет! Сегодня мы с вами посмотрим вещи, которые я получила на обзор с сайта SHEIN и то, что я купила сама уже на распродажах, на летних. И это будут, конечно же, летние вещи, которые я купила и буду носить. Ну, конечно же, пыталась заказать с сайта SHEIN то, что будет более натуральным, носибельным. В прошлый раз комментарии просто были, что это за синтетика. Девчонки, спорить можно сколько угодно. Очень много синтетических веществ, хороших, качественных, которые можно носить даже в жару и летом. И у меня тоже такие есть. Но сейчас я все-таки постаралась именно к телу заказать более натуральные. Ну и давайте посмотрим. Сейчас на мне сарафан. У него состав 65% хлопок и 35% полиэстер. Такие сарафаны есть в нескольких расцветках. Я выбрала именно с желтеньким. Честно, ожидала, что будет чуть-чуть ярче. Хотя по картинке понятно, что не будет слишком ярким. Но я все-таки надеялась. Ладно, я подумала, если чуть-чуть подзагореть, буквально слегка подхватить немножко загар, то будет смотреться хорошо. Сарафанчик достаточно простого кроя. А силуэт получается у него. Небольшой валан. Сзади на спине резинка. Спереди резинки нет. Треугольнички, подкладки нет. Соответственно, нужно будет, ну, скорее всего, надеть белье. У меня сейчас бандо флоранж бежевого цвета. И поэтому ничего не просвечивает. Нижнее белье тоже у меня бесшовное. Ну, для того, чтобы все сейчас мерить, будет что-то в обтяжку. Поэтому я сразу подготовилась, вот так оделась. Ну и небольшие замеры, да, по этому сарафану я вам сейчас скажу. Ну, 65 сантиметров. Что это я написала? Объем талии 84. А, это я состав 50, 65 хлопок написала. Объем талии 84. Это я замеряла вот здесь. Объем груди, кстати, тоже. Ну, примерно прямой он идет вот до этого места. Дальше расширяется. И длина 73 сантиметра. Я не учитывала здесь бретели. Или я длину мерила вот от этого края и до низу. Бретели мы будем регулировать. Кто-то захочет пониже, бретели опустит. Кто-то, наоборот, еще повыше подтянет. Здесь уже у каждого свое. Сарафан у меня в размере S. И никаких претензий к качеству пошива нет. Вот здесь, посмотрите, с оборотной стороны, спереди идет небольшая такая подгибка. Ну, она самое интересное место, до самого интересного места не достает. И, скорее всего, без нижнего белья не обойтись. Здесь есть выточка. Никаких замочков, крючочков, ничего нет. Только по спинке идет резинка. Ну, и ярлык. Ярлык присутствует с рекомендациями по уходу. Так, с этим сарафаном закончили. Дальше. Платье белое. Из вискозы. Девочки, просто невозможно накайфоваться от того, какие ощущения приятные в этом платье. Немножко холодит. Самое то для лета, для жары. Никакой подкладки, к сожалению, у него нет. И за счет того, что оно белое, мне кажется, даже бежевое белье сейчас видно, просвечивает. Здесь тоже у меня бежевое белье, но здесь, по крайней мере, начинается рисунок и не так это все заметно. Ну, верх, ладно, бог с ним. Здесь, кстати, можно надеть и обычный бюстгальтер. Здесь бретельки торчать не будут из-за того, что достаточно широкие плечики, девочки. Я вообще не швея, можно бесконечно меня исправлять и тыкать носом и говорить, фу, как ты можешь делать обзор, если ты не знаешь, что такое подкладка. А ты говоришь, подклад, девочки, ну, блин, я не швея. Я вам просто демонстрирую для того, чтобы вы понимали, брать это или нет. На мне сейчас тоже размер S. И вот так тоже есть несколько оттенков, но я люблю уже все беленькое, светленькое, поэтому я выбрала самое беленькое, самое светленькое. И, ну, просто я обалдею от этого платья. Это самое супер платье, от которого я в восторге вот в этой посылке. Для меня, собственно, вещи кончились, сейчас пойдут вещи для дочери. Ну, а про это платье давайте я вам расскажу. Объем груди здесь 92, то есть мой 75B вошел, видите, свободненько. Здесь в размер S может войти, мне кажется, грудь еще и побольше. Дальше, объем талии 100, ну, для тех, может быть, какой-то животик тоже будет нормально, войдет. Дальше, и длина 85 сантиметров. Сейчас я его сниму, покажу вам. Конечно, вискоза стопроцентная будет очень сильно мяться, но меня это вообще никогда не смущает. Когда ты покупаешь натуральную ткань, ты должен быть к этому готов. Да, когда туда добавляют немножко какого-нибудь спандекса, там, не знаю, эластана, еще чего-то, то тогда ткань мнется меньше, но тогда она и уже не 100% натуральная. Для меня это вообще значения не имеет. Мне нравится, и пусть оно мнется, пусть выглядит как угодно. У меня очень много вискозных вещей для работы. Да, я пока доезжаю до работы от ремня безопасности вот здесь замины, от того, что я посидела тут замины, меня это не волнует. Мне комфортно, мне приятно, мне нравится, и вот этот сарафан я 100% вам рекомендую. Кстати, по подбору размера, там сейчас на сайте SHEIN сделали, ну, прям такой наиумнейший какой-то подбор размеров. Если раньше ты себя обмерил, примерно посмотрел по табличке, куда ты попадаешь, то сейчас ты вносишь возраст, ты вносишь свои предпочтения, то есть какую вы одежду в последнее время покупали. Ну, допустим, пишешь там манго или зара или H&M, какой размер вы там покупали. Ты, допустим, пишешь 36, и они уже вот по, вот анализируя вот эту всю информацию, выдают тебе размер. Например, какой-то пишут тебе, допустим, на 86% вы будете удовлетворены размером S, а на 14% размером M. То есть вот такие рекомендации выдаёт, это прям супер, и я в этот раз практически все вещи так подбирала, пользуйтесь. Сейчас я вам продемонстрирую шортики. Сверху, кстати, топ, который я в предыдущий раз получила также с сайта SHEIN, и они просто очень гармонично вместе сочетаются, поэтому я его надела. Шорты размер S я купила для дочери, купила, ну это оговорочка, да, ну да. Заказала для дочери, 97% полиэстер, спандекс 3%, по талии 68%, но на мою большую талию они нормально сели, ткань немножко тянется. Длина 64%, объём бёдер 96%. Ну и вот так они смотрятся, это шорты с запахом под юбку, сзади у них потайной замок, никаких карманов, здесь нет никакой резинки в поясе, но за счёт тянущейся ткани они подошли мне. Теперь смотрите, я не очень разобралась, что вот здесь, я только что получила посылку, не стала заглядывать на сайт, у меня очень мало времени для того, чтобы снять видео. И как смогла я вот эту штуку здесь зацепила. Вообще здесь вот такой хвостик, и этот хвостик вдевается вот в это кольцо. Что делать с этим кольцом, я не знаю. По идее оно здесь не глухое, сюда можно протолкнуть, но торчит немножко подкладочная ткань, которая вот здесь вот с изнанки пришита. Пришита, подворотик такой тут. Ну и всё, а вот тут, слушайте, тут что-то ещё, я, короче, тут разбираться и разбираться, похоже, похоже это даже вот так делается. Не знаю, девочки, не знаю, что дочь заказала, ну в общем, как-то так это смотрится. И сразу ещё раз скажу, это не мне, не мне, девочки, а то начинается, вроде говорю, что это для дочери. Марина, тебе это не по возрасту, Марина, да ты что, как можно это носить? Это для дочери. Я просто вам демонстрирую. Сейчас покажу вблизи, параметры вам уже все сказала. И я победила эти шорты, я догадалась. Внутренний поясок, внутренняя часть пояска, её нужно продеть в кольцо изнутри, получается, шортиков. Её нужно продеть вот эту вот одну часть, вот она так изнутри. Вторую часть мы продеваем в наружное кольцо и завязываем здесь, хоть на бант, хоть просто вот так, как угодно. Здесь уже, как хотите, достаточно длинные здесь концы, бант как-то куцевато получается. Ну, либо так, либо вот таким вот образом. Ну, или по центру. Здесь уже сориентируйтесь. И вот такие, кстати, шорты, юбка сейчас очень много в каких марках представлены. Стоят недешево за такую же абсолютно синтетику. От 1000 рублей начинаются цены. Ну, а вы можете на сайте SHEIN заказать гораздо дешевле, ещё и по моему промокоду 10% скидку получить. Я думаю, что это очень классно. Вот 3000 действует, 3099 рублей. Если сумма в корзине, тогда будет действовать мой промокод. Вот, так вот, это размер S, цвет горчичный. Были ещё какие-то оттенки, хотелось, конечно, белые, но белых не было. Были только более тёмные, чёрные, по-моему, ещё бордовые. Но отшивают каждый раз разные цвета, разные модели. И поэтому, смотрите, вдруг что-то появится. Замок сзади потайной. И ещё есть и крючочки для того, чтобы шортики на вас не разошлись. Ну, мало ли, да, как бывает там с этими замками. Теперь, что у нас внутри. Внутри вот так вот сделан поясок. Ну, и эти штуки для того, чтобы не падали с вешалки, тоже очень удобно. Всё, ни карманов, ничего здесь нет. Продолжаем. Сегодня опустилась во все тяжкие и показываю вам купальник вообще впервые, да. Ну, сначала я вообще стеснялась всё это показывать, но сейчас подумала, всё равно я выставляю фотографии в купальнике в Инстаграм летом. Поэтому, ну, какая разница, две минутки на экране помелькаю. Значит, купальник мы купили тоже дочери. Ну, состав, понятно, полиэстер в размере S. И это раздельный купальник, низ красный, лиф белый. Сейчас я отойду, покажу. Скажу, что лиф 70 сантиметров вот здесь в объёме и длина 12. Вот здесь я измеряла 12. Лиф бондо. И к нему пристёгиваются брители. Мне понравилось, что они пристёгиваются вот здесь, потому что я купила себе другой купальник. Это дочери. Я боюсь, что он ей будет большеват, а мне это прям в самый раз. И у него вот здесь брители пристёгиваются. Это мне не нравится. Ну, придётся без них носить, потому что, когда тело разрезано вот отсюда, очень некрасиво как-то. Мне нравится, когда ближе к подмышкам идут брители, и тогда получается, что не сильно широкими кажутся плечи. Лиф 70 в объёме, длина 12. А плавки высота 22 сантиметра. Больше я не знала, какие вам сделать замеры, потому что смотрите, какие они. Они немножко идут завышенные. Тоже сейчас это очень в тренде. Когда плавки завышенные, давайте я отстегну брительку. Вторая тоже имеется, я не стала её пристёгивать. Плавки идут вот с завышенными частями на бёдрах. И посмотрите, какие широкие сбоку. Ну, и сзади смотрится всё это вот так. Есть гигиеническая штука на плавках. Я просто на нижнее бельё их надела, поэтому отдирать не стала. Сейчас вам всё покажу. Ну, и косячок мне пришёл. С косячком пришёл купальник. Вот здесь не прошит боковой шов. Но я думаю, что это исправляется достаточно легко. Купальник очень красивый. Купальник очень классный, приятный. Двойной сейчас я сниму, вам всё покажу поближе. Итак, разглядываем поближе. Плавки двойные. Это очень классно. Размер у меня S. И если прошлый купальник, который я получила, мне не подошёл, а моей дочери подошёл, то сейчас наоборот, и, возможно, мы с ней поменим. Кстати, здесь 82 полиэстера, 18 спандекса. Я написала 100% полиэстер, обманула вас. Вот такая гигиеническая штука для примерки здесь приклеена. Ну, и давайте поближе покажу, как сделано спереди. Посмотрите, пришита ткань внахлёст. У плавок никаких дефектов нет. Ну, и сзади тоже они сделаны. С небольшим треугольным вырезом. В общем, мне купальник очень нравится. Доченька молодец, выбрала. Теперь, что касаемо лифа. В лифе есть чашки, достаточно плотные. Я не знаю, будет вам видно или нет на просвет. Видно. Две чашки. Тоже он двойной. То есть, спереди всё защищено от того, чтобы не было никаких просвечиваний. Никаких здесь нет швов, ничего. Просто надевается через верх бандо. Ну, и обычные стандартные петельки для того, чтобы крепить бретели. Бретели две штуки. Каждая из них регулируется. С купальником закончили. Теперь я перехожу к костюму. Тоже заказала моя дочь. Сказала, ой, хочу, хочу, не могу. Закажи. Причём, это была вещь из бэкапа. То есть, я заказываю пять вещей и две всегда выбираю про запас, если чего-то не будет. И вот вместо чего-то поставили вот такой костюм. Это трикотажная юбка, трикотажный топ-бандо. Тоже без каких-либо замочков, пуговочек, ничего. Просто вот такой костюм. Он тоже есть в нескольких оттенках. И здесь резиночка. Он очень-очень мягкий. Нигде абсолютно мне не давит. Эско размер. И сейчас расскажу. 95% хлопок, 5% спандекс. Топ, низ 62 см. Топ получается трапециевидный. Внизу он поуже, вверху пошире. Ну, логично, да, как у нас тело и устроено. Значит, я измерила низ. Низ 62. Ну, у меня здесь, наверное, 74. И всё хорошо здесь подошло. Видите, как прекрасно тянется ткань. Вверх здесь уже вставлена резиночка для того, чтобы он держался. И поверху 72 на 10 см больше. Длина 22 см. Тоже я измеряла вот этот габарит, вот этот размер. Юбка. Объём талии 66. Вот у меня объём талии 76. И вот так это смотрится. Здесь, кстати, есть небольшой брачок. Вот здесь вот сшита ткань абсолютно ровно в пояс. А вот тут немножко сборит. Ну, я не знаю, если бы я вам не показала, видно было бы это или нет вам. Но я это вижу, и я не очень это люблю. Ну, и длина. Длина, видите, да, какая она? Ниже колена. Ну, юбка-карандаш, юбка-трикотажная. Длина оправдана. Ну, а сзади есть вот такой разрезик. Очень приятный, мягкий. Я рекомендую тоже есть в различных оттенках. Ну, и разглядим поближе. Я сейчас показываю вам топ. Вот так он выглядит без меня. Размер S. Так, где у нас бирочка? Бирочка у нас сшита сбоку. Размер S. И есть вот такие же лямочки для того, чтобы подвешивать на скользящие плечики. Ну, и юбка. Покажу вам сейчас эту штуку, которая меня смутила. Видите, да, на поясе? Ну, вот, собственно. Это самый большой косяк, который здесь есть. И, кстати, сзади, посмотрите, совпали полосочки на шве. Это тоже немаловажно бывает, что не совпадает. Так, сейчас на мне сарафан. Белый его я получила не на обзор, а просто в подарок. Я не знаю, существует какое-то подразделение в шеин, которое занимается именно благодарностью, да, вот, не знаю, блогерам или вообще всем, я не выясняла, но они всегда говорят, мы хотим вам сделать подарок. Это не на обзор, это просто, чтобы вы поносили. Закажите, пожалуйста, там одну или две вещи. И вот периодически мне такие вещи приходят. Не часто, но вот сейчас мне предложили, я не отказалась. Взяла летний сарафан, это хлопок. Снаружи хлопковое шитье, очень красивое, очень приятное. И носится именно вот так, но можно и плечики поднять. Проймы здесь достаточно для того, чтобы она не впивалась в подмышку. Бывают вещи, которые носятся именно на плечах, когда поднимаешь, начинают вот здесь давить. То есть там не рассчитана. Пройма здесь рассчитана. Можно носить и вот таким образом, но мне кажется, что так вообще я не в тренде. И мне так не нравится. Мне нравится все-таки, когда я надеваю его вот таким образом. У сарафана есть подкладка. Подкладка, к сожалению, не натуральная, искусственная, прям такая немножко стеклянная. Но убирать ее не собираюсь пока до тех пор, пока я в нем хотя бы один раз не выйду и не почувствую, будет она ко мне прилипать или не будет. Если будет, тогда я просто ее отрежу и буду носить или поменяю. Ну, в общем, что-то нужно будет сделать. Или нахлопковую поменять, или, ну, я надеюсь, что ничего делать не придется. В комплекте также есть поясок. И этот поясок, ну, предполагалось, что нужно будет завязывать. Я не люблю, не люблю резать, получается. Здесь я подчеркнула ширину плеч, здесь я отрезала талию себе, себя разрезала на части. Не знаю, кармашков нет. Я очень люблю карманы. Карманов здесь нет. Ну, и сзади вот так смотрится. Никаких разрезиков по бокам, ничего нет. Не давит. Резинка достаточно тугая. Но, конечно, если я буду какие-то движения вверх руками делать, то все это уходит наверх. Ну, а если просто идти вечером куда-то и не размахивать руками, то это все. Ну, я думаю, любая вещь, которая на плечах вот так держится, она именно так и будет себя вести. Ну, и сейчас опять же поближе. Ну, и давайте я поближе покажу вам шитье. Красивое, ненавязчивое, ни какое-то там, не гипермного его. Вот мне это все понравилось. Ну, и подкладка. Это вот такая прозрачная, не тянущаяся ткань. Ну, и это даже, наверное, не шифон. Не знаю. Ну, в общем, это тут големейшая синтетика. Сейчас на мне второй подарочный костюмчик, который про платье вам сказала. Про платье. Сарафан. Сто процентный хлопок. Объем талии 90. Объем груди 90. Талия 100. Это я вот про этот сарафан сейчас вам говорю. Талия 100. Длина 75. И теперь у нас желтый костюм. Сто процентный полиэстер. И это тоже выклинчила себе дочь. Ну, это вообще просто провал был. Вообще, вот того, что вы сейчас увидите. По размеру, да, вроде все нормально. Ну, вот она, размер. Это эска. И посмотрите, что вот здесь происходит. Неудачный крой. Неудачная вообще вещь. И цвет такой противно желтый, если честно, для меня. Не знаю, как. Вот это уже, наверное, никак не исправишь. Только если вот здесь. Вот так все закрутить. Ну, в общем, ладно, это полбеды. Ну, вдруг, вдруг у вас тут большая грудь, и вы захотите такой заказать. Давайте все-таки досмотрим. Это комплект. Здесь топ и шорты. Никаких карманов нет. Здесь есть подвороты, которые уже закреплены машинкой швейной. Сбоку потайная молния. И поясочек, который можно вытащить, по-моему, он не вшит, да, он не вшит, он свободный. Ну, и самое-самое то, что нам не повезло, это пришли шорты с дырочкой. Я написала о том, что шорты пришли с дыркой. Мне написали, ой, простите, да, это, видимо, производственный брак. Мы вам что-нибудь другое пришлем, выбирайте. Я пока еще не выбрала, у меня времени не было. Вот, но сейчас вам этот брак покажу. С ним реально ничего не сделать, потому что он на таком месте, где даже бабочку не пришить, потому что он сзади. Если бы это было где-то здесь, мы бы купили какую-нибудь наклейку маленькую, знаете, да, которым дырочки детям исправляют на вещах. Ну, пусть бы здесь бы это смотрелось хоть как-то, да, органично, а сзади на попе это вообще никак не будет смотреться, поэтому костюмчик, скорее всего, на выброс. Так, ну, и я все-таки расскажу вам размеры. Я думаю, что сейчас они посмотрят и будут внимательнее относиться. Видите, да, это вот задняя часть шортиков и вот такая дырка прям в области шва и ремня. Ну, и замеры. Шорты талия 72, длина 36, мерила я от пояса по срединной линии, вот здесь вот, по вот этому шву, который идет спереди по бедру. И длина получает, а, объем бедер 98. Топ, объем груди 84, длина 30. Все, с этим закончили, теперь я перехожу к флоранше. Заказала я, заказывала платье, обещала вам сделать обзор на это пляжное платье, как раз в рамках обзора шиин. И вот показываю пляжное платье, которое на самом деле выглядит просто тряпкой, и его нужно обмотать вокруг себя. И я сначала, как мартышка, и очки его крутила, укрутила. Догадалась, все, не стала искать инструкции, догадалась сама. Просто оборачиваю, я сейчас сниму, покажу, это такой кусок ткани с двумя бретельками. И вот так выглядит сзади, я не стала снимать лифт бандо. Это действительно прям пляжное платье, в котором, я не знаю, может кто-то, конечно, и вечером выйдет, да. Любят девчонки некоторые ходить вот так с открытыми спинами, но это точно не мой вариант. Для меня это платье, в котором я пойду с пляжа, когда на мне купальник, и просто сверху вместо паре, вместо полотенца я его надену. Это стопроцентная вискоза, очень мягкая, приятная, ярко-красного такого цвета. Мне все, мне все в нем нравится, я его оставила. Я не помню, за сколько я его купила, рублей за 400, наверное. Ну, и это прекрасная альтернатива полотенцу, это прекрасная альтернатива парео, которая постоянно развязывается. И как бы ты его не завязал, если завяжешь парео на шее, потеет шея. Если ты не завязал его просто вот здесь на узел, узел развязывается, или нужно завязывать очень туго. В общем, для меня это прекрасная альтернатива парео. Сейчас покажу, как я отрезала сарафан и флоранш, и покажу вам еще один купальник. Ну, и давайте посмотрим. Вот так выглядит это платье. Смотрите. У меня размер S, и это просто кусок ткани с двумя петельками. Так, флоранш, длина 68, ширина 136. Вот имейте в виду, можно обмотаться, и гораздо... Девчонке, которая побольше размером, чем я, тоже подойдет вам размер S. Ну, и стопроцентная вискоза, флоранш, артикул конкретно эвский, 5, 1, 7, 9, 8, 2, 517, 982. Они еще, мне кажется, есть на распродаже, так же, как и вот эти сарафаны, которые сейчас на мне. Я их купила в прошлом году, так же на распродаже флоранш, и вот в этом сарафане уже ездила я в Турцию, брала его с собой, он был тогда в пол. Но намучилась, честно, намучилась, когда идешь, немножко приспускается, и тащится по полу, как бы я не затягивала, их невозможно затянуть уже вот так вот до горла, это неудобно, некрасиво. И замучилась, просто пошла в ателье, попросила мне укоротить, совсем другое дело, гораздо приятнее, он стал гораздо легче, просто не представляете, там, наверное, килограмм ткани отрезали, это и вести проще. Ну и сейчас вот этот сарафанчик на мне размер М, а ментоловый сейчас покажу, он Эско, я сказала ментоловый, он, наверное, мятный, да, у нас называется, на нем еще даже ярлык, его я не брала с собой, его я сделала немножко подлиннее, мне захотелось разный цвет, разную длину, и тоже это стопроцентная вискоза, очень мягкий, приятный, но без нижнего белья конкретно вот этот мятный оттенок не надеть, будет все просвечить, видите, да, бежевое белье, вы видите. Ну и вот за собственные деньги я вчера купила себе купальник, захотела новенький, у меня все какие-то, знаете, ярко-розовые, оранжевые, а светленького нет ничего, решила купить себе, зашли в отдел Нью-Йоркер, не везде он есть, во всех городах, но у кого есть, обратите внимание на этот отдел, чем он ценен, тем, что верх и низ у купальников продаются отдельно, вы можете с нестандартной фигурой подобрать себе то, что именно нужно, у меня, например, верх сейчас М-ка, а низ XL, понимаете, да, какой, то есть здесь очень маленькие плавки, и совсем маленьких размеров, они на мне смотрелись микроскопическими, поэтому я взяла побольше для того, чтобы скрыть побольше, вот, ну и цена, да, сейчас распродажи, 449 рублей вверх, а низ 250, 700 рублей мне обошелся купальник, и в целом он вот так выглядит, регулируется завязками, здесь и здесь, тоже это Лив Бондо, бретельки отстегиваются, купальник двойной, изнутри у него белая ткань, в общем, классный купальник, ну и последнее, давайте, похвастаюсь, купила я босоножки, я просто уже отчаялась купить босоножки, которые мне подойдут, еще, знаете, идешь с дочерью, она говорит, это бабулькины, это гидулькины, это там еще какие-то, это несовременные, в общем, я уже за любые деньги смотрела, и мне еще нужно было, чтобы не было очень плоской подошвы, то есть требование к босоножкам было просто море, денег не море, понятно, и вот на что я наткнулась, в общем, это то, что я хотела, чтобы они были белые, эти даже не белые, немножко такие с жемчужным отливом, подошва завышенная, то есть я кажусь немножко выше, как будто на каблучке, не плоская, от плоской подошвы очень часто устают ноги, не можешь долго ходить, ну и вот так они выглядят, здесь единственный минус, что на резинке вот эта часть, бывает, что резинка, это очень быстро выходит из строя, приходится ее менять, но здесь она достаточно плотная, и я купила первый раз, не первую, я, кстати, три пары еще купила закрытые обуви, и 38 размер мне стал вдруг подходить, то ли стали полноразмерные шить, то ли что, но в последнее время 39 брала, даже 40, а тут я вот уже четвертую пару беру 38 размера, мне очень понравились, прекрасно смотрятся, и отдала их всего 1470 рублей, они не натуральные, искусственные, но когда обувь вот так открыта, я могу ее носить искусственную, и плюс ко всему, у меня очень широкая нога, они вот здесь подсобрали выпирающую косточку, ну, в общем, я ими очень довольна, надеюсь, что когда-нибудь пофоткаюсь, вам покажу, вот такая в купальнике я завершаю сегодня, обзор очень длинный получился, но видите, сколько вещей я вам показала, надеюсь, что вам что-то подойдет, пользуйтесь промокодом на скидку, пользуйтесь ссылками, которые под видео я дам на вот эти вещи, вы можете сразу по ним пройти, посмотреть цвета, размеры, в общем, девчонки, пользуйтесь, все для вас, лишь бы вы покупали с удовольствием, ну, или наоборот, если вы посмотрели, вам ничего не понравилось, скажите спасибо Марина за то, что уберегла нас от лишних трат денег, это тоже очень важно, и даже если вам ничего не понравилось, ну, считайте, что просто, да, вы сэкономили. Большое спасибо за просмотр, Флоранж, кстати, можете купить тоже по ссылке под этим видео, там будет написана ссылка и подарок, Фаберлик Флоранж, пользуйтесь, на Флоранж у нас сейчас те, кто делает 50 баллов, получают вообще 30% скидку, очень круто, и распродажи до сих пор на сайте, поэтому заходите, смотрите, и регистрируйтесь, будете в моей команде, я буду вашим помощником. Большое спасибо, что посмотрели, я надеюсь, досмотрели до конца, с вами была Марина Соловьева, до новых встреч, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok